10 занятие оно посвящено тому что мы не успели рассмотреть на восьмом а именно резервному копированию баз данных но также мониторингу серверов и предложений на них запущенных после чего если у нас останется время я так прикинул занятие чтобы у нас осталось мы займем снова займемся разбором домашних заданий для тех кто их еще не сдал что чтобы успею чтобы вы их сдать успели что времени остается мало и вам на остальную учебу приходится его тратить все больше и больше итак начнем с на восьмом занятии я упоминал что при резервном копировании баз данных одно из основу практически основное соображение это консистентность скопированных данных поскольку поскольку при работе если при резервном копировании на приложении нас настроек в операционной системе может часто исходить из предположения о том что просто за время бэкапа не не поменяются в базе данных даже при небольшой нагрузке такого предположения сделать практически никогда нельзя у вас может быть буквально несколько инсертов или апдейтов базе в секунду и все равно они произойдут прямо во время резервного копирования здесь в важные соображения заключаются следующем может быть кто-нибудь из вас может рассказать что происходит типичной революционной базе в момент когда вы вставили в табличку строчку что вряд ли все происходит у нее так сказать под капотом так что пусть то как вы ставили строчку и закомиссили на транзакцию они она для все для всех подключений становится доступно и select а а вот что происходит в это время в типичной революционной базе данных где создается и что такое другой версии ну после того как там но если транзакция была уже закомичена что происходит и кроме того здесь есть еще ряд нюансов связанных с тем что особенно это касается вращающихся дисков в меньшей степени ssd тоже последовательная за запись на диске гораздо происходит гораздо быстрее чем случайная а нагрузка на базу данных не всегда бывает равномерно иногда бывает например всплеск нагрузки и хочется и автором баз данных хочется уметь эти всплески сглаживать тем что в момент комита транзакции в реальности происходит только последовательная запись на диск реализуется это так у базы данных есть бинарный лог их операций которые в ней происходят и в момент когда происходит вставка этой строки на самом деле данные пишутся в этот бинарный лог только и сохраняются в оперативной памяти базе базе данных а в дата файле может быть при этом еще старые данные строчки если в это время пойдет select он и возьмет эти данные из памяти и а а затем был в бэкграунде без бинарного по без согласно бинарному логу и был будет будут обновлены данные в дата файлах это стратегия позволяет сильно оптимизировать нагрузку на вставку данных базу но особенно в случае если нагрузка не равномерной бывает пиками но как вы вероятно понимаете обеспечить абсолютно полную надежность в этом случае можно только если транзакта считается даками закомиченной только когда строчка в этот бинарный в бинарном лог действительно записано на диске вот просто действительно доехала до дисков очень часто администраторы баз данных жертвуют этим фактором и включают не отключают и синхронизацию бинарного лога на каждую операцию поскольку это долго особенно на вращающихся дисках в таком случае если например произойдет произойдет сбои электропитания часть данных окажутся потерянными и например вас спасет только репликация если база данных если было несколько инстанций база данных из которых которые между собой реплицировали все это операция уже пала не только надо на мастер ноду но и скажем на слива и можно будет сделать слива мастером а когда этот хост вернется просто восстановить до него данные забыкапив слива и вернув мастера казалось бы причем здесь backup а он при том что просто взять и скорее и скопировать файлики базы нельзя поскольку какие-то данные в это время могут быть у нее вот таким вот образом еще в буфере и не линия заплашены на диск его возьмете файл файл диска скопирую скопировать его резервы он будет никого в неконсистентном состоянии поэтому да да поэтому самый надежные механизмы снятия резервных копий с баз включают себя собственно михаил механизмы совой база данных для того чтобы момент резервного копирования все эти данные либо были сохранены отдельно либо просто за флажный дым лог перед снять тем резервы резервной копии противном случае если просто взять и скопировать файлики или просто забыкапить их бакулы как мы это делали входящими просто состав дистрибутива это конфигурационные файлы саде там прочее содержимое пакетов программы такой подход здесь совершенно не подойдет как же быть на например в случае мы с куэля можно отметить три основных не так сказать метода резервного копирования одно и одно из них можно это самый простой и часто применяющийся на базах данных очень малого объема и с небольшой нагрузкой это дамп ее содержимого в виде sql при у этого подхода есть ряд преимуществ ряд недостатков преимущество этого подхода заключаются в том что данные оказываются в относительно легко читаемом и в случае необходимости легко модифицируемом виде бэкап может потребоваться разворачивать не только скажем в продакшене после какого-то дизастера или при создании нового слова ну и например в дев среде для того чтобы на этих данных отлаживать программы а перед разворачиванием где в среде данные может потребоваться как-то модифицировать например депрессионализировать пользователей чтобы их персональные данные не попали в дев среду и это и это все относительно удобно сделать прямо на уровне дампа после чего его там разворачивать проблемы здесь таковы что по сути для того чтобы сформировать консистентный дамп базы нужно ее на при нужно расти растягивать одну большую транзакцию на селек всех связанных друг другом таблиц из базы данных я бы я не специально говорю на селекте связанных друг другом таблиц поскольку как вы знаете бывают религиозные структуры затрагивающие несколько таблиц сразу один ко многим много ко многим и не устроила бы ситуация когда вас например то есть ну хотя бы элементарная связь один ко многим из одной таблицы вы резервно скопируете данные в которых недавно вставленная строчка в ней уже будет а связанные с ней также недавние строчки недавно вставленные строчки еще будет отсутствовать в каком случае база окажется неконсистентной кроме того в случае этого мы например мы иску или дело осложняется тем что один из распространенных и широко используемых движков баз данных мы мои сам не поддерживает транзакции поэтому к сожалению для того чтобы снять резервный дамбаза в такой ситуации придется ее ее целиком блокировать так как просто взять и транзакционно снять текущие данные с таблиц не выйдет кроме этого недостаток и в том чтобы что может взять проселекте эти данные преобразовать их из той формы котов которые они были в базе а потом при разворачивании дампа преобразовать обратно это довольно немаленькие накладные расходы перри по стране скопировать это файлов например нужно будет после того как данные будут восстановлены снова построить все индексы в то время как скопировал дата файлы можно было скопировать и и индексы и таблю и данные в таблицах как есть такой подход тоже практикуется второй подход связан с снятием текущего слепка состояния базы кто из вас помнит из тех кто присутствовал на предыдущих занятиях как можно взять и снять например слепок всего что находится на какой-либо файловой системе какие для этого существуют штатные средства нет dd не снимает текущий слепок ddd просто берет и копирует данные в том виде в каком они находились на момент когда команда dd взяла и дошла вот до конкретной этой позиции как снятие единомоментный слепок все файлы север файловой системы до snapshot а какими средствами чего например ну из того что мы рассматривали есть несколько вариантов но хотя бы если говорить тот из них которые мы обсуждали некоторые да есть последние но для того чтобы это не зависело мандал например от конкретной файловой систему можно использовать лв мы это разбирали на шестом занятии и делали снапшоты в м тома прямо в ходе занятия на практической работе права проблема снапшота здесь только одна который было уже сказано о том что например бен логов может не оказаться данных случае если отключена синхронизация каждой строчки и очень часто отключают и поэтому необходимо данные перед этим по флашить сказать базе чтобы она по флашивала все что у нее было в памяти в влог и заблокировала изменения на короткий момент снять снапшота dd вот поэтому здесь бы не помогло dd большие базы будет сниматься очень долго придется надолго блокировать данные чтобы они оказались неконсистентными снапшот снимается мгновенно можно заблокировать изменение данных базе на маленькую долю секунды снять снапшот после чего изменения жить снова а снапшот уже копировать преимущество этого подхода заключается в том что данные формируют просто формируют из не не нужно сначала преобразовывать данные вид дампа потом дамп обратно в данные не нужно заново строить все индексы просто мы при восстановлении бэкапа можно взять и подсунуть в мойской или директорию с данными и таким образом восстановление бэкапа займет гораздо меньше времени проблем здесь несколько например одна из них заключается в том что вы м особенно при работающем снапшоте создает определенные верхнем по производительности что так как необходимо поддерживать данные в текущем виде необходимо реала реалацировать блоки поскольку файлы самой базы будут постоянно меняться снапшот должен оставаться неизменным тут и тут есть два варианта либо данные которые были в снапшоте куда-то уносите на их место писать данные которые которые сейчас поменялись это приведет к удвоению записей либо данные которые были в снапшоте оставлять на месте а то что заново поменялось просто писать в другое место и реалацировать это приведет к тому что файлы данных окажутся в реальности по фрагментированными потому как они лежат на натоме лвм а так например работают насколько помню сын провидан дома в итоге особенно при работе на вращающихся дисках был будет определенная проблема с производительностью уже после того как снапшота будет снять backup и снапшот будет удален просто потому что данные окажутся в действительности фрагментированы и последовательное чтение файла данных на самом деле будет уже не таким последовательным лвм прямо так вот сходу нас неинвестно хорошее средство его взять и дефрагментировать и кроме того и создала бы еще одну проблему с производительностью базы что нужно было бы еще нагрузить диски обратно идея бы обратно дефрагментации есть третий подход который правда работает только на движках поддерживаю поддерживающих транзакционную работу таких как и надо бы его использует percon и extra backup она а именно взять и на большую часть времени backup запретить флажа флаж бенлогов дата файлы и сначала просто в так сказать бэкграунде скопировать дата файлы после этого скопила на определенное время переключить белого завязали запись бенлога текущий бенлог на этот момент скопировать также резервно и после этого за вложить бенлог в дата файлы этот подход позволяет и не связываться с сохранением то а затем восстановлением дампа и нет не требует того чтобы натыкаться на проблемы с производительностью его и но к сожалению он хорошо работает только для для движков поддерживающих транзакции например в случае работы с моей самым придется просто получить всю базу содержать все мои самые таблицы в базе а вернее до точнее даже все таблицы в базе на случай если у между мои самые надо больше не таблица существует какая-то революционная связь и в таком в таком случае резервное копирование выйдет очень тяжелым поэтому работает этот подход хорошо только для движков данных которые поддерживают транзакции попробуем это нам на практике начнем с самого гибкого пути снятия резервной копии а именно с снятия до дампа на прошлом занятии ну тогда позапрошлом занятие мы сконфигурили база данных бакулы и заполнили ее какими-то данными сейчас мы попробуем взять нее резервную копию и именно этим методом заодно увидим что одним из преимуществ вот это вот подхода снятия резервной копии в виде дампа сквеля заключается в том что можно ограничить резервное копирование определенными базами или даже определенными таблицей в этой определенной базе ну да 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 правильно сразу поправлю как вы видите здесь дамп состоит из сначала создание таблиц затем заполнение таблиц как мы сейчас увидим данными вот видите здесь происходит вставка данных таблицу и применяется следующая оптимизация оптимизация заключается вот в чем поскольку на время развертывание бэкапа все равно база не может использоваться например заблокирована на запись в это время и скорее всего в процессе восстановления бэкапа не обращаться к этой базе не потребуется нет смысла пытаться обновлять индексы на каждую вставку выбирая вероятно понимаете что взять и построить индекс база данных на один раз на уже имеющихся данных гораздо быстрее чем постоянно его апдейтить на каждую строчку поэтому при восстановлении бэкапа вот таким способом применяется в активизации на так и такого рода ну в данные восстанавливаемые таблицы отключаются индексы затем в нее вставляются данные и затем индексы включаются обратно это позволяет сэкономить его некоторое время на рабы на работе с индексами ну надо ну данный байя который данных не так уж и много это разница была бы не чувствительна но если бы там было им многие десятки сотни тысяч гигабайт данных разница по времени могла бы составить быть уже значительной особенно на медленном железе восстановление этого подобного дампа происходит также просто как его создание давайте восстановим его на какую-нибудь другую базу пардон где-то я сейчас да все да да все верно и попростите я слегка ошибся в данном дампе присутствует как вы видите переключение на конкретную базу данных поэтому взять и восстановить его в другую базу меня то схода не получилось для того чтобы это поменять придется править дамп а вы чем какие ошибки ну такого не факт что не получается не могло получиться только не там как этого вышла в первый раз поскольку он он просто взял и переключился на другую базу данных а ну естественно я же не то применил что я сделал вы же видите что я просто я применил вовсе не то что поправил конечно же она не могло сработать да вот теперь уже проблема а ну естественно это не эта проблема опять же не в синтаксисе это проблема в том что я написал мыши сегодня очень не ловлю вот теперь все нормально взял просто и передал имя файла на стандартные воды вместо его содержимого таким образом довольно удобно работать с небольшими базами как я как я уже рассказывал но работать крупными таким образом чуть сложнее mail в мбк поскольку нам нужно еще успеть мониторинг и разобрать ваши домашние задания мы пробовать не будем поскольку он настраивать придется все таки определенное время принцип его работы как раз той кота о котором я рассказывал он заключается в том что блокировка таблиц осуществляется на короткое время но к сожалению блокируете в одно время за создание степшота приходится все таблицы том числе и те из них которые поддерживают транзакции то есть те которые не пришлось бы блокировать при использовании других методов ну и то что наличие лвм снапшота на на все протяжении всего времени снятия бэкапа приводит к определенному снижению производительности базы поэтому лвм мы лвм бэкап можно считать хорошим рекомендованным средством снятия бэкап только в ситуации когда у вас уже довольно большая нагруженная база но во первых у вас есть запас производительности на дисках во время снятия бэкапа а во вторых в вашей базе данных многом вот таблиц мои сам поэтому другие более так сказать умные методы вам не очень подойдут если же вы так сказать современный человек уже мои сам не используйте все таблицы вашей базе мы не считая служебных таблиц служебных базах мы ску или которые имеют тип мои самому блокировки в них не так страшны поскольку там данные реже меняются например когда вы заводите новую нового пользователя в этом случае можно использовать такой замечательный механизм как перкона экстра бэкап его мы сейчас и испробуем он работает третьим способом которая писала нас использует для этого основе механизма работы с майской или и не снимает бэкап база данных ой простите тем способом чтобы что было что вначале блокируют запись в дата файлы и без и все меняющиеся данные пишется в бинарный лог и затем по отдельной резервной копирует бинарный лог сейчас это ссылкой не очень удобно скопировать вот давайте установим либо подключим репозиторий перкона и и установим оттуда экстра бэкап да здесь я конечно живу забыл одну строчку а Продолжение следует... 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 Необходимо отслеживать использование ресурсов на хостах, например, не переполнились ли где-либо файловые системы, не перегружен ли где-нибудь процессор, не закончилась ли где-нибудь оперативная память и не ушло ли все в своп. Необходимо проверять доступность и возможности, если получается сделать такой сценарий и какую-то базовую корректность работы приложений, то есть вы, например, можете, если у вас есть сайт, запросить какую-то страницу этого сайта и убедиться, что вы получили, например, корректный код ответа или даже проверить, что там были данные, которые вы рассчитывали с этой страницы получить. Есть также система мониторинга, разу не все равно собирает какую-то информацию в системе, можно использовать для сбора статистики, например, чтобы смотреть, как менялась нагрузка, как менялся объем данных и менялись подобные и прочие вещи со временем, например, увидеть, что вот у вас объем данных растет и в такой-то срок необходимо увеличить доступное для них место, в противном случае его не хватит. И в идеале такие вещи нужно время от времени отслеживать, чтобы успеть отреагировать вовремя, а не когда место уже закончится и у вас действительно вылезет в мониторинге алерт. Но когда в мониторинге действительно вылезет алерт, необходимо, чтобы те, кто способен с этим алерном что-то сделать, были своевременно оповещены о том, что что-то произошло не так. И все эти задачи решает система мониторинга. Очень часто для администраторами Linux используется система мониторинга или семейства Nagios, такие как Nagios и Singa, или Zabbix. Есть и другие, но они, по моему опыту, используются заметно реже. Архитектура Nagios такова, что у него есть централизованный сервер и определенные агенты, запущенные на хостах, которые этот сервер опрашивает и собирает с них данные. У себя в памяти он держит текущее состояние и историю того, что происходило, пишет в лог. Да, собственно, данные о том, что ранее происходило в этой системе, в этом логии хранятся. Есть возможность с помощью сторонних продуктов подключить средства построения графиков по каким-то параметрам или сбора статистики. Но прямо из коробки этого нет. Zabbix, да, и конфигурируется на Nagios через файлы конфигурации, поскольку если у вас много хостов и на каждом из них много проверок, файлы конфигурации писать руками становится невозможным. Для этого применяются шаблонизаторы, например, такие как Checkmk, которые позволяют задавать наборы хостов и то, какие проверки должны быть на каких хостах, хостов и файлы конфигурации сам генерирует этот огромный много десятка мегабайтный или даже больше конфиг Nagios для них. Zabbix в этом смысле устроен совершенно иначе. Ну, не то, что совершенно, но заметно иначе. У него есть три основных компонента. Zabbix сервер решает примерно ту же задачу, что и сервер Nagios. Он хранит в себе текущую информацию о его состоянии, но только текущую информацию или какой-нибудь кэш. А реально данные и конфигурация, и все данные мониторинга хранятся в резолюционной базе данных. И сервер, получив эти данные, их туда сохраняет. И согласно этим данным, которые там находятся, может выполнить какие-то действия. Например, если триггер сконфигурирован так, что последние три проверки дали такой результат, нужно развести алерт. То есть, для этого будут тоже использоваться данные из базы. Третий, другой компонент Zabbix — это агенты, запущенные на хостах, которые опрашиваются в одной конфигурации, опрашиваются Zabbix сервером и отдают ему результаты. В другой конфигурации они могут сами действовать активно и отправлять в Zabbix сервер данные. Кроме этого, формат данных известен, и можно писать свои собственные программы, учить их отправлять данные в Zabbix. Это тоже вполне себе работающий подход. Ну и кроме этого, во многом благодаря более продвинутой схеме хранения данных, в Zabbix есть и статистика, и графики из коробки, поскольку там есть база данных, с которой можно работать, а не просто лог-файл, по которому статистику придется отдельно собирать. Кроме этого, там есть готовый шаблонизатор мониторинга для большого количества однотипных хостов или однотипных проверок на разных хостах, для того чтобы можно было сконфигурировать шаблоны проверок тех или иных сущностей и назначить эти шаблоны на те хосты, где эти сущности нужно мониторить. В этом смысле Zabbix представляет собой, так сказать, более-менее законченное решение, в отличие от того же Nagios, которому для комфортной работы с ним нужны дополнительные вещи. Ну и третий компонент Zabbix – это веб-интерфейс, через который и приходится выполнять все операции с ним. Веб-интерфейс живет в той же базе данных, что и данные самого Zabbix, поэтому если данных много и поток входящий, большой веб-интерфейс может работать, ну прямо скажем, не быстро, особенно если железо не слишком мощное, а под мониторинг редко выделяются самые мощные серверы, скажем так. Поэтому иногда работать с ним гораздо менее комфортно, чем с текстовыми файлами конфигурации Nagios. Но поскольку это законченный продукт, который можно просто разово развернуть и посмотреть, мы сейчас разберем именно его. Архитектуру Zabbix мы только что обсудили. Я предлагаю взять и развернуть его. Подключать репозиторий вы все, я уверен, я надеюсь, умеете. Поэтому я вам привел только URL-репозиторий, который нужно подключить. Уверен, что вы справитесь с этой задачей. Справитесь? Помните, как подключить репозиторий с известным URL? Хорошо. Хорошо. Да, я прошу вас всех в этот репозиторий подключить. Хорошо. 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 Продолжение следует... 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 делать самостоятельно писать соответствующую информацию о том сколько времени например занял обращение какой был код ответа ну и кроме этого есть возможность настроить просто кастомные скрипты запускаемые за их сервером и отправляющие в него и у него данные это тоже один один из вариантов проверок все вообще бы как вообще проверки назначаются на хосты вообще как хорошему конфигурировать проверки для конкретного хоста это плохая практика поскольку такие же проверки могут понадобиться и другого хоста поэтому конфигура этих напрямую неправильно для того чтобы можно было назначить одинаковые проверки на сразу многие хосты например у вас есть парк серверов на базе линукса и вам вам нужно мониторить штатные вещи в операционной системе linux там загрузку процессора файловых систем памяти и прочего и вы для этого используете шаблон не нужно конфигурировать себя для каждого хоста отдельно нужно нужно один раз конфигурирует шаблон ну или в данном примере взять его как готовые стандартные поставки и на и назначить конкретным хостом вот как видите есть есть шаблон имплей забег с линук и он и он назначен нашего для хоста забег сервера тот самый хост на котором вы развернули забег с ну на самом деле назначен туда не напрямую на туда значит шаблон template об забег сагент а уже в него входит теплой то с линукс connection refused естественно потому что мы не запустили забег сагент до забег сагент мы запустим и посмотрим что подключение заработает ее и за не завес будет получать данные в принципе именно наличие такого шаблонизатора из коробки это довольно серьезное преимущество забег со поскольку как я уже говорил для того же найдется чтобы не с шаблонизаторе приходится тащить сбоку так скажем поэтому для того чтобы не писать множество датипных проверок для разных хостов и при этом не заниматься более сложной конфигурации дополнительных примочек забег подходит лучше что что же забег получает таким способом получает он так сказать определенные элементы данных и до название придумал не я я здесь при привожу русскоязычное название стандартном русскоязычном интерфейсе забег со в скобках англоязычные как мы видим наши по легенде великий теоретически могу могучий язык не позволяет перевод многие из них переводить так чтобы они были так достаточно коротки вот или называется на элементы данных хотя по-английски просто и там она содержится они содержат себе значение метрик собираемых или получаемых завек сервером весь все остальное построение графиков за бексом триггеры срабатывающие на определенные события и прочее работает на основании этих параметров и каждый элемент данных характеризуется его названием которое будет отображаться интерфейс ключом по которому это для этого элемента данных будет полю будут собственно получаться например данные от агенты или то его его имя для которого можно будет отправить туда данные в трепер и тип данных которые там хранятся это может быть просто строка это может быть число тогда вот надо указать это например целое число или с плавающей запятой и какова политика хранения довольно очевидно что если хранить данные вечно то будет определенная проблема связанная с тем что место закончится поэтому до каждой подобного или нет элемента данных конфигурируется политика хранения другой вид мониторинг который также приводит к сбору определенных так называемых этих элементов данных но они задаются неявно генерируется на основе заданных сценариев это так называемый веб-мониторинг он используется для мониторинга веб-ресурсов и подготовим для него веб-сценарий будьте здоровы правильно да подготовим проверять будем раз в минуту пробовать один раз без проксе и прочего и теперь зададим шаги которые должны происходить при проверке шага у нас будет собственно один это это получить корнию корневую страницу получать мы ее будем собственно по адресу вашего забег сервера в моем случае он такой в случае каждого из вас адрес будет свой по вашему отправлять будем просто get запрос поэтому никакого поста там нету никакие заголовки задавать не надо ничего задавать не надо просто ждем оттуда кода ответа 200 и все добавим так такой шаг и сохраним эти шаги вот появились на появился у нас замечательный забег свой веб-мониторинг теперь будет опрашивать хост раз в минуту посмотрим сейчас на грех результат опроса пока просто еще ни одного не произошло да я для того чтобы создать сценарий пошел configuration теплейтс выбрал шаблон за без забег сервер видео темп и этап забег сервер выбрал там web уже смотрите да web создал нажал create web-сценарио клеить веб-сценарий и создал сценарий для него задал имя а потом есть вкладка steps и там я добавил что единый единственный шаг а именно запрос корня сайта одно из преимуществ вот подобного веб интерфейса за бикса перед интерфейсом на геосу немногих заключается в том что этот интерфейс интуитивно понятен его можно выдать человеку который тем раньше не работал он более-менее разберется что делать я выбирали было это я это задавалось в шагах давайте я вам покажу да просто всем показал в целом давайте я вам покажу то стоит лично смотрите а а кто кто что задавал хорошо давайте посмотрим смотрите я во первых выбрал а у вас не работает такой скромно и вот я и делаю нет мультизрач у вас нет я выбрал темплейт забег сервер и начал добавлять в мониторинг видите сценариев нет нужно создать новый сценарий например забег с веб когда добавим туда его к приложению забег сервер ну к примеру может быть новое но мы выберем это будем спрашивать раз в минуту одна попытка это то в какой секции она будет отображаться в демонстрации application там есть секции и мы сейчас это увидим и это вот будет в секции забег сервера и для того чтобы указать как именно должен подходить мониторинг должен знать шаги например там может быть шаги могли бы быть сложнее сейчас залогиниться потом выполнить какие-то какое-то действие мы сделаем в нашем случае все просто мы берем вот это вот в адрес вашего забег сервера войдет фэнда да да понял не скопировал а нет ниже отсюда и ждем код ответа 200 если будет код ответа 200 это все хорошо конфигурили шаги почему шаг предлагался делать запрос а не там какой-то другой а что вы пока ты предлагает сделать в мониторинг что еще должно быть в шаге кроме запроса как у себе это представляете ну к примеру может быть там сразу проверка того чтобы там чек сумму скорее всего к скриптом придется делать ну там она умеет проверять что есть определенная под строка в вводу на странице то есть нужно все метрики представлять в виде веб интерфейсов не обязательно это нет это в мониторинг подачи на непосредственно для мониторинга вы есть мониторинг агентом о котором говорю перед этим предатель для мониторинга того что умеет давать агент весь я говорю конкретно о мониторинге веб-приложению у вас будет там какой-нибудь веб-сервис вам нужно будет мониторе что у него там корневая страница отдается они там конечно рефьюзит или не и что они такой пятисотки нету вот можно воспользоваться таким инструментом если вы вам нужно мониторить не вы бы например сколько памяти у вас занята в системе это мониторится и агентом и такой например мониторинг есть в вашем шаблоне да вы скорее всего не включили мониторинг хоста по умолчанию давайте а вы включили вы забег с агентами запустили может можно запустить я запустил но что-то видимо не давайте проверим где у вас терминал если вы ищете через докер делали то там все что там любой любой садами может быть вам показывал там сделаешь все заработало ладно покажу себя вот увладить у меня стал статус ок все работает а то что вы задавал те вопросы которые вы задавали давайте сейчас найдем наш хвост забег вот наш хвост забег сервер нашли его вот видите здесь вот есть cpu general и так далее вот этот тот самый аппликейшен и котором вы спрашивали вот есть аппликейшен забег сервер и в него мы добавили в мониторинг видео в мониторинг автоматически измерил набор и томов с какой скоростью скачивалась страница вот 60 килобайт секунду но она маленькая на просто только начала скачиваться и все уже получилось поэтому такая низкая скорость через локал хвост сколько шагов провалено не несколько шагов не провалено все нормально ошибок ошибок не было вот пустое пустое сообщение об ошибке ой не обновила сейчас это обратно такой был код код был 200 сколько время пол получено странице получено за 47 миллисекунд и так далее вот это вот вот этот на набор это был автоматически создан когда мы сконфигурировали просто мониторинг корневой страницы забег со все вот эти прочие темы они получаются другими способами например когда в тот случай через агенты для этого в никакой в дни не надо никого и типе запросов чтобы узнать какая-то нагрузка на процессор отправлять нам конечно не нужно да он подключается к есть несколько способов о которых я рассказывал нам случае используется активная проверка сервером то есть он подключается к агенту и запрашивает у агента определенный набор параметров агент тоже в принципе умный и огромное количество параметров он умеет просто по умолчанию вот например за без агента линукса вот это все хозяйство умеет это бы отдавать по конкретному ключу там есть возможность задать пользовательские ключи и на практике мы это делать будем а сейчас мы просто посмотрим базовые методы а дальше если вам в жизни придется этим столкнуться вы сможете об этом разобраться через документацию к тому же время его остается не очень много хочется кому-то еще домашним заданием помочь если такой требуется он там кому-то нужно будет проверить и так чем мы остановились на веб-мониторинге но да и способ создать совсем совсем кастомную пробирку это просто задать возможность получения данных через треппер в конфигурации и тема и отправлять его туда произвольным способом вот предположим если бы мы создавали такой этим мы бы его сделали не через за без агент как вы здесь видите через за без трепер в таком случае за вид бы не никуда не за не ходил спрашивать значение этого параметра просто ждал бы его получения а вот какой-нибудь ваш скрипт или ваше приложение или все что угодно могло было бы могло бы взять и отправить вот такой вот запрос на на за бикс указать что такого-то хоста для такого-то ключа и тома получено то вот такое-то значение и это бы добавила добавилась за бикси таким образом бы там сохраняется сохранилась так может настроить мониторинг совсем любых произвольных кастомных вещей которых нефа и ни в каких-то на стандартных шаблонах нету например если вы думаете что какой-то там показатель для вашего проекта важен вы например там какой у вас 95 процентиль время времени ответа вашего этапе сервера такого шаблона конечно нет вам нужно будет обрабатывать скажем раз минуту ногу вашего сервера вы сейчас 95 процентиль и отправлять его в за бикс и мониторить что в процентиль не вырос слишком выше слишком высоко при этом это будет например выше какого-то параметра там уже будет об этом сообщить администратор что он разобрался почему все так тормозит каким образом вообще задается в каких случаях нужно кого-то оповестите проблеме для оповещения проблеме используются так называемые триггеры триггеры привел привязываются к определенным событиям или набором событий событием считается изменение положения какой-либо по колеба параметра относительно порога то есть он может стать выше порога может стать ниже порогу от момент перехода например сверху вниз или снизу вверх это событие вот как раз на такое такое событие или на комбинацию таких событий реагируют триггеры например если в приведенном перед этим примере у вас есть проверка 95 95 процентиль времени ответа вашего веб-сервера не должен быть больше больше чем 300 миллисекунд то вы настроите триггер что если придет событие превышение этим 95 процентильем порога в 300 миллисекунд то он тригер необходимо взвести и назначить этому взведенному триггеру определенные степени важности эта степень важности может быть просто от информационной чтобы отобразилась в интерфейсе вы могли что-то увидеть до дизастера то есть то есть все плохо то как именно реакции вы к этому привяжите это уже таскать находится на вашем усмотрении